Проблема на самом деле, казалось бы, не столь важная и не такая глобальная, но она очень беспокоит наших пациентов. Необходимо проверить ту косметику, которой вы пользуетесь. Также мы своим пациентам рекомендуем тренировать свои сосуды. Золотым стандартом лечения данной патологии является фототерапия, процедура BBL на аппарате Сайтон. Здравствуйте, меня зовут Банина Дарья Владимировна, я врач клиники Реал. Чаще всего к нам пациенты обращаются с проблемой покраснения лица и наличия сосудов возле носа. Покраснение лица, покраснение лица в холодную и в жаркую погоду. Иногда пациенты не видят сосудов, но говорят, что у них розовеют щеки, когда они волнуются, переживают. Проблема на самом деле, казалось бы, не столь важная и не такая глобальная, но она очень беспокоит наших пациентов, потому что это покраснение иногда дискомфорт доставляет при встречах, выдаёт волнение. Это видно на фотографиях. Почему возникает данная проблема? Ну, во-первых, это генетическая предрасположенность. Если у нас у мамы, у папы было лицо более красное и реагировало на холод, на жару, то, естественно, у нас это тоже будет происходить. Также это может быть нарушение питания, сильно горячая, солёная, острая пища, все фастфуды. То есть нарушение работы желудочно-кишечного тракта, оно также может привести к проявлению такой красноты на лице. Плюс с возрастом у нас ткани начинают испытывать дефицит кровоснабжения и происходит, естественно, прорастание новых сосудов. То есть это процессы старения, которые мы остановить не можем, но мы можем сделать цвет лица более ровным. Чем мы можем помочь себе в первую очередь? Это наладить питание. Это не значит, что нужно полностью отказаться от любимых продуктов, но либо уменьшить их употребление, либо не употреблять перед какими-то важными встречами, перед праздниками, да, когда вам нужно выглядеть на высоте. Также необходимо проверить ту косметику, которую вы пользуетесь, чтобы не было сильно раздражающих и сосудорасширяющих веществ, такие как красный перец, ментол. Косметика должна подходить по вашему типу кожи. Она может быть успокаивающей, охлаждающей, но ни в коем случае не разогревающей. Если вы замечаете, что кожа реагирует покраснением на практически все средства, и вы не можете выделить какого-то одного ингредиента, то тогда мы рекомендуем использовать косметику для чувствительной кожи. Данные косметики, любой косметической линии, они содержат мягкие, успокаивающие вещества, которые никоим образом не вызовут ни расширения сосудов, ни раздражения кожи. Также мы своим пациентам рекомендуем тренировать свои сосуды, как это делается. Проводите процедуру контрастного душа. Когда мы лицо протираем льдом, потом оставляем на пару минут в теплом помещении находимся, не сильно горячим, не сильно холодным, а именно при комнатной температуре. Только у нас восстановилась чувствительность после льда, мы снова протираем. И так 2-3 раза. Если делать такие процедуры каждый день, вы будете тренировать свои сосуды, и тем самым у вас выраженность покраснения будет намного меньше со временем, при любых раздражающих факторах. Что касается профессиональной помощи, то здесь золотым стандартом лечения данной патологии является фототерапия, процедура BBL на аппарате сайта. Данная процедура и аппарат, который я называю видео, это не реклама, это мой ежедневный опыт, потому что действительно мы получаем потрясающие результаты с первой процедуры. И данную процедуру я провожу 4-5 раз в день. Фототерапия решает проблему как в выраженных сосудах, так и профилактику появления новых сосудов, так и убирает так называемую розовинку, покраснение лица, когда у нас происходит расширение сосудов. То есть мы с помощью фототерапии, с помощью насадки BBL можем проработать наши сосуды на любом этапе их возникновения. На данном аппарате мы можем убрать как старые сосуды, которые уже появились, которые уже явно видны, а также можем убрать и только появляющиеся, только зарождающиеся сосуды, и можем убрать покраснение кожи без видимых признаков появления сосудов. Почему я люблю данную процедуру? Дает результат уже с одного сеанса. Плюс это экономически выгодно, плюс мы получаем омоложение кожи. То есть мы убираем не только сосуды, но и лечим кожу, и профилактируем появление новых сосудов, а также проявление морщин, пигментации и других проблем, которые могут возникать. То есть одна процедура достаточно терпимая, она переносится, не могу сказать, что прям легко, но в принципе вытерпеть процедуру можно. И вытерпеть не так, что прям это какой-то ужас-ужас, а на самом деле переносится достаточно терпимо. Проходим несколькими фильтрами. Эти несколько фильтров помогают нам проработать глубокие сосуды, которые еще не появились на поверхности кожи, но которые уже дают нам явное покраснение. Затем мы проходим вторым фильтром, который помогает нам предотвратить появление мелких сосудов. И третьим фильтром мы уже коагулируем те сосуды, которые появились у нас на лице чаще всего. Это бывают крылья носа и область возле глаз. Хотелось бы подвести итог нашего разговора с вами сегодня. Любые сосуды можно убрать, неважно появились ли они вчера, либо они уже у вас существуют 10 лет. Мы можем убрать любые сосуды, профилактировать появление новых. Поэтому мы вас ждем у нас в клинике. Субтитры создавал DimaTorzok